доброе утро суббота у нас кажется пасмурно да самом деле это смог смотреть это солнце такая большая задымленно что можно смотреть невооруженным глазом горят леса где-то жалко это как солнце отражается в воде как фонарик из-за жары сильной пожара везде не вода в пруду высохла испаряется даже не знаю что мне первее доливать воду в пруд или поливать деревья я сейчас включил там поливается то что мы садили деревья с той стороны вроде птицам пока воды хватает рыбу в этом году мы не запускали хорошо дикие утки эти как носится это вторая вчера совка пытались их загнать в дом не пошли они ночевали на фруду находили пруд широкий мы с одной стороны они туда отплывают с той стороны они сюда уже стали с двух сторон и и все равно не смогли их загнать пытались с очком ну поцаркой поймать не одна надежда что научиться вместе с остальными в дом заходить не очень я хочу оставлять их на улице хищные птицы ну хищников таких которые попал по земле ходят я не боюсь у нас забор и три собаки на улице ночуют но какая-нибудь ночная ну я знаю там сова может их утянуть нет не слышал что псовы охотились на уток но все равно я иду теплицу открыть и продолжить подрезать там томаты формировать потому что я не успел сделать вовремя у меня там такой лес и выпалывать хорошо хоть не очень жарко из-за этого смога там конечно теплицы жарко очень и опять же это до обеда потом будет смотрите как у меня подсумок красавчик несмотря на то что здесь глина везде но парочку выросла хорошая конечно сделаем здесь потом нормальную почву все это за то что вырывали здесь пруд и вывозили глину здесь земля такая то из-за того что вырывали здесь пруд и глину вывозили естественно ее много рассыпали и большой бульдозер а я тут уравнял еще утрамбовал с монако камень я думаю чем придумаем может какие-нибудь овес посеем так он взрыхлит землю посмотрим получится ли с этих что-то пацан маленький муж это и будет цветы какие-то да это герой хорошо кричит идем к тепличка решил я посанковать перец смотрите как у видео красавица правда небольшая прямо как и стираю зоомагазина смешно я тут полю ну в смысле выпало бы сорняки и подрезаю ветки нижний помидор чтобы они чуть-чуть проветривались и подвязываю сразу видите веревочки здесь натягиваю красавчик желтенький спирт у нас интересность вот такие вот называется гигантику лимон бой лимон бой окей следующий год опять-таки купим я не знаю заморачиваться ли мне с рассада или нет ваша столько сил убирает и времени когда можно поехать и купить себе несколько несколько кустов посадить посмотрим я еще не решил с этим посмотрим продолжил сарки сарки вот и делать на выпасе какие смешные сарки что вы тут делаете а полпа банда 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 и утку с собой привели пойду поливалку представлю нам пообещали что дождь будет видите даже какие-то облака такие ходят но я им уже не верю себя верю у меня вообще ничего не выросло так поливаю смотрите бурьян какой красиво может будут огурцы нет это сюда клубнику переставил по убирал полусы и прополову его рассадил вон там еще один видите растет тоже надо горшочек подставить туда переставлю туда под фасоль привет народ 8 августа у нас мы опять кричали гоняли гоняли ястреба летал надо дать должное лили увидела его погнала молодец но все равно видите на все в близкочках и и он все равно пытался атаковать я думаю наверное уток потому что они на пруду их видно лучше чем курей которые в траве ну покричали покричали погнали он улетел соседство конечно такое в принципе что мы заметили мелкие птицы гоняют его когда он подлетает близко к гнездам поэтому мы решили попробовать такую тактику в следующем году повесить очень очень много домиков для птиц скворечников что привлечь максимально большое количество птиц и тогда может быть это поможет справиться с хищником что это делаю лук выкапал такой нас лук садили мы 5 сортов 4 на головку такой и один на перо с перо мы поели сейчас копаем красный есть желтый есть что-то поменьше конечно что побольше вот посадили мы тоже на головку 1200 штук ну и плюс шалот сейчас мы до него дойдем вот он торчит в россии называют семейный лук почему он такими сейчас покажу гнездами растет видите по несколько садишь одну а выкапываешь несколько 2 больше это белый у нас тут лук рядышком черешу он вроде бы видите еще и зеленый то смог бы ну только лег мог бы еще полежать у нас обещают на зонях дождей я боюсь что он недосчитаемся поэтому я решил сейчас собрать давайте покажу вам шалот вот шалот видите и сразу три я не знаю будем ли мы шалот есть или попытаемся там больше наверно мы его ставим на семена может только поврежденный поедем почему потому что посевной материал дорогой у шалота получается потому все несколько головок и стоит дорого если мы покупали обычные ну тут такой да желтый белый покупали стоил три чем-то 370 долларов за 100 штук 100 головок то в этом те же самые 370 там фон 12 головок было так что мы наверное шалот скорее всего оставим себе на следующий год чтобы посадить мы посмотрим ну это будем есть смысла нету покупать но оставлять этот посевной прошу можем купить его довольно дешево 370 за 100 штук это меньше четырех центов одна головка то есть в принципе ну посевная я знаю вас их там на баночке на килограммах продают у нас так пакетами по 100 штук вот шалот да ну сейчас пойду выкопаю его выкапываю и отношу там на травке разлаживаю сохнуть чтобы потом если вдруг начнется дождь и когда дождится дождь тогда тогда мы его заберем поскольку соберу тут лук у нас останется там немного марк моркови и капусты не знаю что с нее получится я начну сюда сейчас вывозить подстилку из курятника там у нас помет и как показала практика не съеденные зерна овса гороха будем использовать как сидираты то что успеет зайти до морозов хорошо раскидаем подстилку и будем поливать а потом когда морозы ударят я просто заеду сюда на тракторе и все скажу газонокосилкой и посмотрим а в середине октября посадим здесь чеснок посадим чеснок ладненько примерно то что мы сейчас делаем погнали собирать